Ребята, всем привет! Как вы знаете, у нас в доме на даче сейчас идет ремонт, и нам нужны радиаторы. Мы, конечно же, приехали в наше любимое место в Москве, шоу-рум Home Heat. У нас уже есть радиаторы из этого шоу-рума для квартиры в Москве. Я вам их показывала, сейчас даже прикреплю фоточку, как они выглядят и как они выглядят в интерьере, который еще не до конца, правда, готов, чуть-чуть осталось. Вот, а сегодня мы приехали выбирать радиаторы к нам в дом на дачу. Ну, если по-честному, мы уже все выбрали, знаем, но хотим сами все равно вживую на них взглянуть, и заодно показать вам, какой здесь огромный выбор, ассортимент. Сейчас подойдем к моей любимой стене, я уже с вами делилась этим контактом полезным, когда мы выбирали радиаторы нам в квартиру в Москву, но не могу не показать еще раз. Здесь представлены цвета краски RAL, если я не ошибаюсь, правильно произношу. Суть в том, что вы любые свои радиаторы, например, белого цвета купили, можете покрасить в любой оттенок. Меня это жутко вдохновляет на какую-то яркую вечеринку. Но мы по старинке берем все такое минималистичное в наши интерьеры, но если вот здесь какая-то классная яркая фантазия, то здесь можно ее воплотить в жизнь. Вот, причем у Home Heat свой цех покраски, то есть конкретно вот к ним приезжаете, говорите свое пожелание, и они вам все делают. Вот, сейчас мы перейдем в сам шоу-рум, и там покажу вам большой выбор, ассортимент и те радиаторы, которые мы выбрали себе в дом на дачу. И в этом блоге я с вами поделюсь, чуть-чуть поделюсь визуализацией как раз-таки нашего дома на даче с радиаторами. Так что пошли. Итак, радиаторы у нас и в квартире, и в доме на даче будут от бренда Guardia Pilon. Очень круто. Это же итальянский бренд, да? Итальянский бренд. Пасматрите. Самое интересное, я вот сейчас вспоминаю то, что у нас в доме на даче стояли чугунные радиаторы. Но они, конечно, были старые, тяжелые, не такие уж прям красивые, но немножко по своей вот этой вот форме, потому что они не такие там ровные, как обычно везде ставят, там в домах, да? Вот эти радиаторы немножко мне напоминают, дают какой-то вот такой атмосферы и дома, и стиля, и чего-то такого прям дорогого. Ну, у меня такие ощущения, по крайней мере. Из-за того, что сейчас отопительный сезон, и, ну, понятно, что сейчас уже холодно будет, и все нуждаются в тепле, в красивых радиаторах, все есть в наличии. Поэтому, если вы захотите заказать себе сейчас радиаторы, они будут у вас очень-очень скоро, быстро, и долго ждать не придется. Поэтому хороший совет. Вот, и здесь, кстати, наглядно можно посмотреть, как вот эти радиаторы покрашены в разные цвета, и насколько это прикольно выглядит. Я вот представляю, такие, наверное, под какой-то широкий такой длинный подоконник ставят. У нас в доме на даче и в квартире, мне кажется, стоят даже не вот такие, а вот такие есть, только они покрашены в наш оттенок. Если я не ошибаюсь, у нас вот такие, мне кажется. У нас вот такие по цвету. Как вы знаете, мы работаем с дизайнером. Она нам все выбирала, отбирала, так сказать, самая лучшенькая, красивенькая. Вот, и мне кажется, этот цвет просто бомба. Но у нас в доме на даче еще на первом этаже будет одно помещение, в котором будут стоять белые радиаторы. Один радиатор, точнее, он будет высокий и вот такой худенький. Этот широкий. Ну да, прикольно, что здесь есть разные формы и фактуры. Но это, я думаю, от краски зависит. Да, где-то они более гладенькие. Вот эти более гладенькие. Но вот эти как будто бы прям в своем оригинальном виде, знаешь. Типа они вот такие изначально, как будто, а можно уже покрасить вот в такой. Ну вот это вообще. Ну черный тоже прикольный. И вот эти прикольные. Мне вот эти, кстати, нравятся. Такие серые, мокрые сфальт. Стильно. Помимо итальянских брендов, также здесь есть наши российские тоже. Вот у нас отечественные тоже. Посмотрите, какие стильные. Мне так нравится. Вообще, вот я в тот раз, когда мы в квартире собирались сделать ремонт, удивлялась тому, что есть такие красивые радиаторы, потому что я привыкла, что они все такие, знаете, обычные прям вот, ну, обычные. А эти такие стильные, прикольные. И всегда было желание радиаторы спрятать за шторами или куда-то вообще, чтобы их не видно было. А эти прям и прятать-то не хочется. Вот такие классные полотенцесушители есть. Стильные. Но это не зеркало. Это металл такой шлифованный. Но как будто бы зеркало. Прикольно. Вообще, мне все нравится. А еще в этот раз мы приехали, и у них здесь появились раковины. Представляете, раковины из камня. Каждая раковина, она уникальна. Некоторые уже зарезервированы. Уже не получится забрать такую красоту. Вообще, это так красиво. Вот этот очень красивый. Прямо в дом на даче, мне кажется, супер. Вот здесь, например, написано, что это камень. Магнезит. Здесь мрамор черный. Ну, короче, такие красивые. И эксклюзивные. Потому что я думаю, вы знаете, что... Красивая вода, эксклюзивная. Эксклюзивная, да. Ну, вот этот мне нравится. Даже не верится, что это камень. Ну, видно, что камень, но как будто какое-то дерево. Ты посмотри. Внутри такое, а тут такое. А почему у нас такого нет? Может, нам тоже надо такую? Типа не просто белую, а такую. Очень красиво, мне нравится. Так что я в восторге, девочки. Просто в восторге. Причем вот я сюда пришла, и вот эти вот раковины вдохновили меня. И мне теперь хочется их тоже себе куда-то. Потому что это так красиво и так необычно. А как такую мыть? Ее можно просто мыть белизной? Как другую раковину. Ну, не такая уж и обычная. Каменная. Необычная. Короче, я просто в восторге, потому что здесь реально вот есть все такое. И полотенцесушители, и радиаторы, и в пол радиаторы. То есть, ну, реально выбор огромный. Ух ты. Состаренное серебро. Это типа оттенки какие-то, да, наверное? Так красиво. Ну, и, конечно же, все комплектующие тоже здесь есть необходимые. Ну, это вам уже помогут в магазине непосредственно менеджеры. Вот мы, например, просто выбрали радиаторы, и нам уже составляли все комплектующие, что к ним необходимо, крепление и так далее, и так далее. Поэтому голова вообще не болит и не задается этими вопросами. Мне так все нравится. Особенно мне нравятся еще вот эти вот зеркала. Они, кстати, по-моему, тоже отапливаются. Ну, то есть, это типа как полотенцесушитель или как радиатор даже, да. Только с зеркалом. Так что, крево. Так что, ребята, всем рекомендую. Приезжайте сюда, выбирайте радиаторы. Находятся в Москве. Также можно на сайте посмотреть. У них большой-большой выбор. Вот, связаться с менеджерами вам во всем помогут, подскажут. И, кстати, для моих подписчиков у меня есть промокод на скидку. Так что обязательно воспользуйтесь. Все написала здесь на экране и также оставила в описании к этому видео. Так что переходите, смотрите. И я желаю вам супер-пупер классных стильных ремонтов, чтобы у вас дома было всегда тепло и уютно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Ребята, всем привет! Я не снимала очень давно, долго. Что-то как-то мне было лень, скажу честно. Мне было лень. Да как будто ничего такого интересного не было, чтобы прям рассказывать. И я думаю, ну чё, это самое. Подожду, когда что-то интересное в жизни произойдёт. Чем-то интересное поделюсь. Короче, мы с Анюткой вдвоём сейчас едем к Насте Фетт знакомиться с её малышкой. Ехать нам 25 минут, но уже 20. Вот, мы с Аней сейчас сходили в цветочный магазин, купили цветочков. Такой букетик, не сказать, что большой. Кустовые розочки, но дорогой жутко. Но для подружки не жалко. Короче, просто цены на цветы реально это трэш. Ну реально трэш. И с каждым разом я убеждаюсь в том, что лучше, мне кажется, дарить деньгами, чем цветами. Потому что, ну, цена настолько на цветы стала высокой, что, ну, как бы, ты этими деньгами можешь себе много чего классного купить. Сходить в дорогущий ресторан. Ну, то есть, реально, поесть дорогих стейков с вином. Я не знаю, вообще, шок. Вот, там Анютка сидит со своими Ноткой, любимым, не расстаётся. Короче, мы с ней сходили в детский мир. И она, ну, я её выпустила, Кракена. Говорю, иди гуляй, выбирай, чё хочешь. И, короче, она выбрала себе енотку. Просто одну игрушку увидела, захотела. Её просто... Я в шоке. Я такого никогда не видела, ну, не наблюдала за Аней, чтобы она так сильно влюблялась в какую-то игрушку. Она её начала обнимать, ну, чуть ли не целовать в детском мире. А игрушка музыкальная, её ещё фиг постираешь нормально. Ну, я дома кое-как её попротирала, попшикала всякими там мерамистинами. Не знаю, помогло, нет? Короче, она её так полюбила. Это вообще удивительно, просто удивительно. И мне безумно нравится. Именно Аню выпускали в детском мире, чтобы она сама выбирала себе игрушки. Да, она маленькая. Она не понимает, что берёт. Вот вчера мы тоже были. Она взяла книгу. Она очень любит книги, кстати. Особенно всякие прикольные интерактивные для деток, где можно что-то потратить. У тебя так эти еноты орут, Ань. Ай, ты так милая. Блин, вот мне всегда какое-то кримпление для камеры. Вчера мы были с ней и с Кариной, и с Монтиком. Короче, с детками ходили в этот, в Джоки Джоя, детский игровой клуб. Мы с Кариной давно хотели, ну, просто мы со Славой часто с Санюткой ходим в игровой клуб. И я Карине говорю, типа, пошли, пошли вместе сходим. Потому что она ни разу, по-моему, сама не была в таком. Да, не была. Ну, вот я знаю, мамы с Монтиком часто тоже ходят. Вчера, потом чуть-чуть видео поставлю даже. Пришли с детьми, с Кариной, в Джоке Джоя. У меня полосы дыба встают. Я никогда столько детей не видела в одном месте. Мы сюда просто ходим часто по будням и на выходных днём. А вечером мы здесь первый раз. И очень зря. Это просто, это просто трэш, просто трэш. Наверное, мы сейчас уйдём отсюда. Короче, мы офигели. Я знаю, типа, на что мы рассчитывали. Выходной день, вечер. Я почему-то думала, что там не будет такого огромного количества людей, детей. Но я не знаю, с чего я так думала. Просто мы каждый, ну, мы по будням туда ходим. Понятно, народу нет вообще. Три-четыре ребёнка на весь огромный клуб. Там все столы, можно сказать, пустые. Можно выбирать любой. Вчера просто еле как мы нашли стол, чтобы все их поесть там. После того, как детки поиграли. Ну, поиграть, это как бы громко сказано. Короче, там было дофигища детей. Из-за этого мы там, мне кажется, минут 20 вообще всего побыли. В самом игровом клубе. Потому что суббота вечер. Мы что-то как-то не подумали. Я почему-то думала, что там такого трэшака прям не будет. Просто шок. Настя спрашивает, заказать ли нам что-то покушать. Ей такая, типа, откуда заканываешь. Она такая, могу откуда угодно. А я пока не знаю, откуда угодно. Так, короче. В детском клубе в этом была трэш. Из-за того, что выходной. И я больше сюда никогда не пойду в такой день. Блин, интернета вообще никакого нет. Какой же ужас. А это я еще даже не сильно в центре. Буду только по будням ходить в детские клубы. Потому что на выходных это просто б***ть. Невозможно там находиться. Дети бегают. Ну понятно. Я не претензия ни к детям. Ты че спать хочешь? Га. Га? Дети бегают, носятся, всех сбивают. Ну, короче, сами что-то. Я к ним претензия не имею. Ну, это вообще. Короче, едем, повидаемся с малышкой. Я недавно ездила, снималась у Карины Негай. Мы с Кариной как раз тоже ездили, снимались. В шоу у Карины Негай «Сплетница». Прикольный шоу, мне понравилось. Нас там наряжал стилист в стиле сериала «Сплетница». И это, конечно, офигенно вообще. Вот за это прям респект. И я с таким кайфом ехала, зная, что у меня там будет какой-то классный наряд. Потому что, короче, это еще раз, даже не то, что еще раз, это встреча. Я так знала, что сейчас приеду Карине Негай и спрошу у нее по поводу всяких разборов гардероба, каких-то советиков, там, ну, вообще как стилисты, туда-сюда. И она сказала, что она мне даст классную девочку, ну, контакт. Классные девчонки, которые и Карине тоже там где-то помогают. Ну, короче, прям помогает, все, молодец. Вот на шоу как раз одевает. Я ей написала, вот. Не знаю, она мне не сказала, сколько будут стоить ее услуги как стилиста. Я вообще не в курсе, сколько это стоит, но я как будто бы готова заплатили. Ребята, я к вам с новостями. У меня на Рутюбе вышел эксклюзивно новый классный влог. До этого выходила реакция, так что, если не смотрели, то обязательно посмотрите. Влог у меня вышел про ремонт. Я прокомментировала комментарии хейтеровские такие, которые пишут у Карины под видосами где-то в постах, у меня. И заключается этот комментарий так, типа, ой, ха-ха-ха, как у вас все плохо с ремонтом. Напиши уже Юля Карине, попроси у нее номер нормальных строителей. И Карине пишут, типа, ха-ха-ха, ну дай ты уже своей подруге номер нормальных строителей. Ну, короче, то, что, типа, у Карины с Оском быстрый ремонт идет, а у нас все очень плохо. Я это все прокомментировала, как раз-таки в новом влоге по ссылочке в описании. Влог вышел на Рутюбе. Показала, что у нас там в квартире сейчас происходит. Какой этап. Вот, также мы со Славой там сходили вдвоем в ресторанчик, провели вместе день, поболтали, обсудили наше родительство, также обсудили, почему я не хочу второго ребенка сейчас. Ну, короче, я думаю, что вам будет интересно посмотреть этот влог. Это влог прямо вот на днях снимала, одного дня, можно так сказать. Ну, да, так и есть. Вот, влог получился насыщенный, интересный и интригующий. Так что переходите по ссылочке. Смотрите у меня эксклюзивно на Рутюбе. И не забудьте на меня там подписаться, потому что именно там у меня выходят эксклюзивно классные влоги и реакции. Так что всех вас жду. Люблю, целую и смотрите на Резочку. Короче, я в шоке. Скажи, как делает ворона? Первый раз в своей жизни я оставила отдав на макетплейзе. У меня вот такие локоны получились. Хотим мы Аню отдавать в садик или нет? Как ты говоришь, папа? Папа. Сказали, что как бы то, что у вас сейчас, это полный пи***. Я вижу комментарии, что люди просто угорают над нами. Не смогли вывести розетки, потому что они где-то в стене, непонятно где, то есть их не смогли найти. На даче у нас поставили окна. Я даже сама вот не хотела бы сейчас второго ребенка. Другие люди работают, которые нам что-то такое говорят, от чего б*** просто волосы на голове встают дыбом. Пока мы едем, Слава решила мне показать свою песню. В общем, что по срокам? Нам сейчас предстоит много растрат. Не будешь, я другую найду. Не даешься другую. Я ей патлы пооддираю. А еще я ездила, смотрела помещение для дня рождения. Сейчас отцы больше все-таки детьми занимаются, нежели чем вот в нашем детстве. Мы, конечно, еще не супер взрослые разбираемся, но не настолько уж мы лохи. Я что хочу сказать, мне очень повезло, что Аня смотрит мультики, что она ими интересуется, что ее можно ими как-то завлечь. Потому что мы вчера, когда были с Кариной, с Монтиком в клубе, ему вообще пофиг на мультики. И какая-то мамочка сейчас скажет, ну типа супер вообще класс, так и должно быть. Ну, то есть я не хочу сказать, что так не должно быть. Как бы у всего есть свои плюсы и минусы. Просто у нас как, в чем я считаю, мне очень повезло. Правда, сейчас я это прям сильно ощущаю. Что когда мне надо как-то Аню отвлечь, что-то сделать, спокойно посидеть где-то в ресторане, поесть. Чтобы ребенок просто мог спокойно посидеть, тоже посмотреть что-то, а не куда-то бежать. Чтобы я тоже бегала. Ну, то есть, чтобы у меня была возможность отдохнуть. Иногда я могу включить Аню мультики без угрызений совести. Либо вот как сейчас мне нужно доехать. Просто если Аня будет сидеть без мультиков, скорее всего она будет хныкать, что-то там ей будет не нравиться, скучно, не клево. Не знаю, не особо сильно хочу проверять, потому что я одна как бы за рулем впереди в машине на трассе. Мне не надо, чтобы сзади орал ребенок, отвлекал меня от дороги. Ну, вы понимаете, наверное. Но не все. Поэтому мультики это просто благодать, благодать. Так вот, Монтику вообще по барабану на мультике. Из-за этого мы не могли вчера спокойно все вместе посидеть, чтобы дети, например, смотрели мультики, кушали свои котлеты. И мы с Кариной спокойно болтали. Нет, нифига. Мы с Аней спокойно кушаем котлеты. У меня без строганов. Что-то там пьем свои соки. Ну, типа, знаете, такие. Смотрим мультики. Там у нас коты, енотки. Все. Красота. Карина просто без остановки бегает за Монтиком. И это, конечно, сложно. И вообще, я вчера просто офигела. Я говорю, тебе, ну, реально, одной вот со стороны. Ну, тяжело. Ну, тяжело в том плане, что вот мне лично страшно было за Карину то, что вот она беременная. Понятно, что вот я ей говорю то, что я не представляю, как. Ну, как это вообще? То есть она беременная. У нее маленький активный ребенок, мальчик, который не сидит на месте. Хочет куда-то бежать, 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 бежать. Страшно реально. Я говорю то, что тебе реально не надо в такие места ходить. Ну, на выходных точно. Когда нет людей еще, ладно? Детей, потому что там дети носятся, не дай бог, кто-то влетит в живот. Ну, то есть я прям вчера офигела просто. И, конечно, беременной очень, мне кажется, страшно. Ну, то есть мне было бы страшно в такие места ходить, потому что... Когда еще как-то вот, не знаю, я просто как планировала, что мы пойдем в зону батутов. Мы с Кариной сядем репу, чесать будем языками. Чесать тоже. А дети наши будут прыгать на батутиках. Да сейчас! Там этих детей было 100 штук на одном батутике. Не, ну на одном батутике там нельзя по правилам безопасности, но больше одного. Но я просто к тому, что я очень волновалась за Карину вчера. И у меня прям, ну, то есть мне каждый раз было очень страшно. Потом Монтик хотел сам по лестнице спускаться. Там лестница, капец. Это единственное, что мне прям очень не нравится в этом детском клубе. Это лестница, которая у них там. Короче, страшно было, страшно. Потому что я думаю, не дай бог, господи, не дай бог вообще. Ну, я даже ничего не хочу говорить, просто реально так страшно. Все носятся, народу дофига. Она беременная, ребенок ее убегает. Просто я вчера с еще большим пониманием отнеслась к тому, почему Карина там. Ну, в моем понимании часто отдает ребенка родителям, просто потому что как бы у меня не так. И я бы так не хотела с точки зрения того, что вот мне не так сложно оказываться с ребенком, как мне кажется. Хотя Карина говорит, что Монтик у нее, ну, не сказать, что какой-то неспокойный. То есть она считает, что он спокойный ребенок. Все, короче, познается в сравнении, потому что я думала, что Монтик реально спокойный ребенок. Ну, в смысле, спокойный, что вот его посадил, сидит. Там ему что-то дал игрушку, он сидит. И я, короче, это к чему обсуждаю? Что иногда я вижу осуждение Карины тоже, как мамы, что там где-то она, может, ребенка бабушкам дает, да, Монтика. Все-таки из-за того, что еще она и беременна, конечно, ну, честно, тяжело. Ну, то есть я прям вчера... Потому что иногда я тоже смотрю и думаю, да что с Лареном, да что с Лареном? Ну, на самом деле, мне показалось реально тяжело. И просто даже то, что она его носит на руках... Ну, я знаю, что как бы ничего такого прям страшного, скорее всего, да, и нет. И многие носят, у кого-то и выбора нет, да, носишь и все. Ну, как бы беременный, да, первого ребенка. Короче говоря, с ума сойти, с ума сойти. Дети, это все-таки улет. Сегодня мы с Аней вдвоем спали, потому что Слава уехал вчера на дачу. Сегодня, кстати, нам на дачу привезли окна. Ура! Так что на неделе, в начале недели, сегодня воскресенье, будут их уже устанавливать. Пока не знаю, когда, может, во вторник, в среду. Слава уехал, и мы с Аней вдвоем, ну, как бы мы и так всегда вместе спим. Так выходит уж, что Аня к нам перелезает, и как бы без вариантов. И я сегодня просто сплю, мы сегодня с Аней очень поздно встали, в одиннадцать вообще. И она меня вот так вот гладила, представляете, как мило. Да, ну, вообще... Еще мы очень любим со Славой, когда Аня просыпается и такая говорит, все, все. Короче, дети, это улет, однозначно. Улет, но иногда сложно. Ничего не сказать. Короче, ладно, все, мы едем к Настюшке смотреть на ее маленькую кукельку. Так, мы приехали к моей подружке, Настюшке. Такой пакетик ей подарили. Где тут вообще? А подарки приезжают, Аля, да? Окей, не знаю. Аня в первый раз видит такую кисю. Аня, иди поближе, просто подойди. Аня вообще в гости особо не ходит. Вот, но к подружкам маленьким хочет. Китюха, иди посмотри, Китю. Какая тут кошечка. Иди, посмотри. Как кошка делает. Кося, она добрая киса. Как кошка милкает. Добрая киса, да. Мяу. Хочешь погладить чуть-чуть? Вот так, вот так. На дне расстояние. Китюха, кошка, мяу. Хочешь, я тебя на ручки возьму? Погладишь кису. Давай, иди на ручки. Ой, иди, скорей. Давай, это тебе не твоя, Ляля маленькая. Ой, какая мягенькая. Ой, не бойся, не бойся. Потроги, какая мягонькая. Ой, какая шерсть. Потроги. Ммм, да реально какой мягкий. Все, испугалась. Иди, реально не маленькая. Ребята, всем привет. Мы сейчас со Славой едем на дачу, на нашу, где идет стройка. Мы сегодня вам покажем и сами в первый раз увидим окна. Нам там поменяли окна, и туда уже заехал наш строитель. И когда он туда заехал, он офигел. Потому что те, кто нам устанавливали окна, говорит, там такой бардак навели. И просто такую суету, что, короче, ничего хорошего из этого не вышло. В общем, не знаю. Но, наверное, наш строитель уже там все прибрал, либо в процессе. Там еще какие-то окна повредили, те, которые снимали старые. Так что их уже никуда не воткнешь. А у нас были планы что-нибудь с ними сделать. Какую-нибудь теплицу, не теплицу. Ну, не у нас на даче. Ну, короче, наверное, там что-то на помойку вообще только пойдет. В общем, сейчас приедем своими глазами, посмотрим, увидим. Надеюсь, что мне понравится. А еще привезли радиаторы. Которые тоже сейчас вам покажем. Сами тоже там уже вживую увидим. И это хорошо. Как раз в этом влоге, в начале влога, был момент, когда мы со Славой ходили, выбирали радиаторы. Ходили в салон. Сейчас, пока мы ехали, мы впервые ехали по новой шикарной дороге. И были просто в восторге. И такие подумали, ну все, переезжаем на дачу. Зачем ты тут так едешь? Зай, тут уже нельзя так ехать. Не надо здесь так ехать. Тут можно. Там уже нельзя. А там я приторможу, конечно. Ну вот сейчас уже тормози. Да, конечно, я торможу. Не переживай. Как у меня болит голова. Слава сегодня несет какую-то чушь. Говорит, что сегодня какой-то день мужских нервов. Сохранение мужских нервов. Сохранение мужских нервов. Он говорит, сегодня такой день. Я что тебе могу пожелать? Сохранить свои нервы. Я твои нервы сохранить не смогу. Мои нервы только в твоих руках. Потому что кроме тебя, мои нервы никто не трепет. Кроме ты единственная, кто за них ответил. Поэтому... В моих руках не только твои нервы, мои хорошие. В твоих руках мое сердечко, конечно. И не только оно. Ну да. Ну давай без пошлости. А я и не про пошлости. А про что? Не знаю. Что ты там себе придумал? А ты что себе придумала? Знать тебе не надо. Ты что себя так ведешь? Ты себя так ведешь. Зачем? Ты едешь на дороге очень вот так вот. У меня из-за этого голова болит. Как? Мне жарко в свитере. А, так в свитере тебе жарко. Так сними его. И может быть всем нам станет лучше. И кто еще тут про пошлости говорит? Короче, все. Все. С этим все понятно. Я хотела вообще-то рассказать сон. Мы со Славой болтали, что-то обсуждали, ржали, кушали Макдональдс. Точнее, вкусная точка, поправочка. Я ему так говорю, мне знаешь, какой сон приснился? А потом говорю, такая, нет, подожди, на влог расскажу. Включила запись, мы успели посраться. Удалила первый файл. Сейчас заново записываю. Просто наша жизнь. Так вот, перейдем к сну. Приснилась мне, значит. Что ты так дышишь, Зань? Не говори. Когда будет день сохранения моих личных нервов? Тогда, когда ты сохранишь мои. Логично. Значит, такого дня не будет. Потому что если ты не будешь нервировать мне нервы, никто не будет нервничать. Все, едем дальше. Короче, приснилось мне такое. Приезжаем и, значит, на дачу. Сон был какой-то странный. Я, если честно, его вообще не поняла. У нас просто в ближайших каких-то планах, сейчас мы с нашим строителем обсудим, какой вообще план действий. Разобрать лестницу. Разобрать лестницу, сделать полы, стены, все до идеальных финальных, скажем так, отметок. Пригласить компанию, кто будет изготавливать нам новую лестницу. Они сделают замеры и будут изготавливать нам новую лестницу. Месяца два-три, наверное. И мне приснилось, представляете, что? Что, типа, наш строитель как будто разобрал лестницу и собрал новую. Типа, как будто бы нам установили новую, но она какая-то очень узкая, что невозможно подняться на второй этаж. И у меня было такое внутри тревожное состояние, когда я спала. Ну, короче, какой-то странный такой сон. Именно мне снился дом, что там идет стройка. Удивительно, просто удивительно. Мне, я не помню, когда вообще в последний раз, за последние, там, не знаю, сколько недель, что-то снилось. А тут, ну, как бы мы едем, понятно, все мои мысли о доме, о даче, о лестнице, о всех этих моментах, как там все сделать. И вот вчера я тоже переписывалась по поводу сантехники, потому что нам сейчас нужно внутренности для гигиенических душей заказать как можно скорее. Либо мы вообще их заказывать не будем, а просто куда-то поедем и купим. Но мне нужно просто понимать, сможем ли мы потом на эти внутренности гигиенического душа, который, например, мы купим где-то там, не знаю, в Леруа, не в Леруа, поставить от другой фирмы. Я просто не знаю, как это все работает. Но, например, я хочу заказать красивый гигиенический душ, который снаружи. Допустим, он такой весь, типа, позолочный, там, бронза, не знаю. Короче, могу ли я взять любую внутренность, а потом, ну, как бы и заказать красивый этот самый. Это как мы сделали с туалетом. Получается, наш строитель поехал на рынок, ну, там, строительный, купил инсталляции, вот эта внутренность, да, где бак, кнопка, вот эта вся система. Но унитазы мы будем заказывать там, ну, крутые, типа, какие-то там. На заказ они будут нам идти месяца три. Вот, кстати, надо заказать уже. И могу ли я то же самое сделать с гигиеническим душем? Потому что я вот вчера узнавала как раз этот, ну, момент и вопрос, что вот эти все внутренности до нас будут идти где-то неделю. Вот надо сейчас со строителем обсудить, норм ли нам эта неделя. Либо нам надо пораньше, и можно любые заказать. Короче, столько нюансов, сложностей, все это надо держать в голове, и я не понимаю, короче. Конечно, как тут не будешь такой вся взъярепениной, когда у тебя в голове столько всего? Я каждый день думаю по поводу, там, квартиры, по поводу дачи. Зай, сейчас приедем и все узнаем. Ну, что ты нервничаешь? Да, я понимаю, ну, нужно же все сопоставить. Ну, что сопоставить? Нам нужно просто узнать, когда это купить. Мы покупаем все всегда вовремя. Нам все привозят всегда нормально. Ты сам видел, какая шикарная дорога сюда теперь. Переезжай! Да не, на самом деле, по поводу квартиры, допустим. Все понятно, там уже остались, ну, не сказать, что финиш прям. Но вот просто мы такие пришли в квартиру, я такая понимаю то, что у нас нету подсветки в детской, которая у нас по проекту есть. И все это в голове своей удержать, да, держать и вообще разбираться, ну, очень сложно. Когда у тебя помимо этого еще другие какие-то моменты, а ты приходишь и должен все сопоставлять, сверять и думать. И еще, пока у нас идет ремонт в квартире, мы что-то уже заказываем, заказали даже, что-то к нам уже едет, что-то приехало. По мере вот этих всех движений я вдруг понимаю, что он что-то мне не нравится, что-то я хочу по-другому. Вот, например, меня тут осенило, сейчас вам прикреплю картинку, кровать детская. В детской какая у нас будет, мы ее уже проектируем. Сейчас, кстати, я им напишу по поводу мебели, узнаю, какие там дела, потому что у нас еще куча, ну, не куча, но некоторые моменты неутвержденные. Надо вообще понимать и по срокам, сейчас я этим займусь. Сколько всего надо держать в голове? Так вот, вот типа картинка, как у нас должно быть. У нас нет вот этой подсветки, которая по дуге идет, ну, я не увидела, ну, как бы вот этой выемки для подсветки. И еще у нас там висят как бы две бра такие. Я сейчас понимаю, что они мне не нравятся, они мне не нравятся из-за того, что они мне кажутся острыми. И как будто бы, нафига, там столько освещения получается. Но как будто бы и классно. Это небольшая проблема, это вообще решаемо. Эти бра вообще можно убрать, открыть в стене, ну, как бы убрать всю эту систему освещения. Либо можно заказать другие более мягкие. Я вот просто понимаю, что у нас все красиво, классно, но в каких-то моментах не очень прикольно, наверное, с точки зрения для ребенка. Когда мы делали этот дизайн-проект, все согласовывали, утверждали, я была вообще только беременная. И я еще не была такой опытной мамочкой, получается, чтобы, ну, чуить где-то опасность, что, ой, вот это вообще как бы, а вдруг это, а вдруг то. А я еще такая тревожная мать, что, конечно, для меня любой какой-то острый угол, острая какая-то штука, лучше бы, чтобы ее не было. Ну, в общем, это все как бы мелочи. Я на расслабоне по поводу квартиры, если честно, я знаю, что у нас сейчас там все под контролем. И наш, получается, новый строитель, прораб, который следит за работой, принимает, все как бы нам докладывает, записывает и так далее. И мы приходим теперь чаще смотрим, мы постоянно на связи, мы как бы на своих ошибках учимся. Ну, они нам говорят, что до Нового года они успеют закончить. Ну, прям говорят, что это вообще, прям вообще без проблем. Я просто написала как-то в чат наш общий, говорю, ну, насколько вообще реально отмечать Новый год мне там. Говорю, да вообще без проблем. Но я на это надеюсь, да, и мне бы хотелось, потому что я уже так, сначала я подумала, да ладно, какой там Новый год отмечать, это же переехать надо. Несколько раз клининг сделать после ремонта, там мебель туда-сюда, не знаю. А потом думаю, а почему нет, почему нет, все возможно, было бы желание. Но вопрос в том, что может быть столько будет работы и проектов, дай бог, дай бог. Я готова не переезжать в новую квартиру, не встречать там Новый год и День рождения. Пусть лучше будет больше работы, больше проектов. А вот в январе уже спокойно будем переезжать, как раз когда затишье, когда все такие тусят, отдыхают. Бюджеты еще не распределяют, поэтому окей. А еще вчера мы со Славой ездили на Повелецкую, в наш любимый ТЦ. У нас там был шопинг. Слава себе выбирал классные луки, мы ходили ему искали. Стилист ему подобрала некоторые вещи для съемок клипа. И потом мы пошли в ресторанчик на Таганской. Встретились с, получается, оператором, режиссером, кто будет Славе снимать клип. Это же не конфиденциальная информация. Вот, так что они подписали договорчик, пожали руки. И класс, видите, сколько у нас дел. Все это наши общие дела. И у всех болит голова за всех, за все общие дела. Я еще каждый день думаю о том, что надо пойти в бассейн с ребенком. А потом я думаю, надо же какие-то анализы, наверное, сдать. Надо узнать, какие. Ну, короче, столько моментов. Вот сегодня даже сидела и красилась. И думаю, что я за мать такая, что я за мать такая. Почему я до сих пор не сходила, не узнала по поводу бассейна? Оно же вообще все у нас чуть ли не во дворе. Короче, кстати, мы уже подъезжаем. Ну и вот еще про дом, про сон. Я в финале закончу, потому что я хотела сейчас сказать о том, что думаю, что где-то весной, летом у нас уже точно все закончится в доме по ремонту. Ну, я не сомневаюсь в нашем строителе здесь, который работает, потому что он очень быстро работает, несмотря на то, что сейчас он у нас немного побудет и опять нас покинет, как бы это ни звучало. Как раз? Да, он опять уедет. Твое негодование. У меня тоже есть такое негодование, но такие правила. Из хороших новостей, пока его не будет, как раз к нам приедет то, что нам нужно. Он сейчас сделает определенный этап работы, потом ему вот реально опять будет делать нечего. У нас просто был такой момент, потому что к нам приехал строитель, а у нас не было готово того, всего 5-го, 10-го. Ну, короче, нам нужно все заказать. Я думаю, это произойдет на этой неделе в течение 10 дней. Вот так вот я ставлю. Все закажем. Выбрать, поехать, посмотреть. Это геморрой, тот еще, но сделать надо. Сейчас обсудим с нашим строителем, какие планы, потому что мне бы, конечно, хотелось, чтобы он сделал какой-то объем работы до такой степени, когда мы можем пригласить, например, сделать замеры для новой будущей лестницы, пригласить, сделать замеры для гардеробной, для кухни. Ну, то есть вот такие этапы, и потом, как всегда, нам придется месяца там 3 где-то ждать, пока все это изготовят, потому что мебель на заказ быстро не сделают. Ну, конечно, смотря какая компания фирма, но сейчас перед Новым годом, я думаю, точно. Потому что та компания по лестницам, к которой я обратилась, они мне уже скажут, что в этом году мест нет. Ну, то есть, может быть, приехать смогут сделать замеры, но, видимо, изготавливать лестницу даже не смогут начать. Поэтому, вероятно, я вообще буду искать другую какую-то компанию по лестницам, и я думаю, что это можно сделать легко, я думаю, этих фирм много. По крайней мере, я думаю, найти не такая большая проблема. Да вообще все можно найти, было бы желание. Нам еще нужно будет на дачу тоже делать откосы. Вот Слава приезжал недавно на квартиру, встречал, доставляли откосы на окна в квартиру, но я во влоге, кстати, на Рутюбе, у меня вышел новый влог, говорила, что пока не покрасят стены, мы не можем устанавливать откосы. Вот, это был скрин для обожки. Замерла на секунду, цвет хорошо падает. Слава будет снимать клип на новую песню, которая еще не вышла, но надеюсь, что она вам понравится. Анечку мы оставили у моей мамы, они сейчас в парке гуляют, Аня спит. Совсем взрослый ребенок стала. Так вот, я надеюсь, что весна-лето, ну, как бы весна-начало лета, у нас уже в доме на даче все как бы будет финал, финал, и, может быть, даже если что-то, где-то что-то еще не приедет, ну, как бы, знаете, как мебель, не знаю, но я думаю, все должно быть уже, потому что, ну, как бы зима даже, если взять зима, весна, ну, шесть месяцев за шесть месяцев, как бы любую мебель тебе изготовят пять раз. Поэтому я думаю, точно весной уже все должно быть готово. Я хочу, если у нас финансы еще будут позволять, хочу сейчас уже найти ландшафтного дизайнера. Я просто думала, что мы сейчас покрасим то, поменяем забор, сделаем это все пятое-десятое, а потом я думаю, нет, сейчас занимаемся только внутри, надо найти ландшафтного дизайнера, и мне хочется прям такую фазенду там сделать. Смотри. Красота. Смотри. Дорога? Что? На асфальт. Ну, я и говорю, дорога. Ну, только здесь засыпали, ну, в смысле сделали. Ты видела, какие там дырты были? Да, прикольно, прикольно. Какая осень? Золотая осень. А, еще сегодня прилетает самолет. Я заказала H&M. Так что все это сегодня приедет. Прилетит. Ну, не знаю, приедет ли ко мне. Как мне напишет моя Байер Айдан. Приветик. Ой, господи, я обожаю эти покупки. А еще столько всего заказала на маркетплейсах. Как всегда, как всегда. Все-таки у меня стадия такая, знаете, в квартире уже не хочется убираться в шкафах. Прям неохота. Прям уже охота все это доставать и перевозить в новый дом. Поэтому я вот в такой стадии даже не хочу разбираться. Даже на балконах, если честно, мне уже по барабану. Хочу просто быть классной, продуктивной и отдыхать. Хочу днем быть классной, продуктивной, а вечером отдыхать, смотреть сериал и вообще не париться. И вот у меня планы. А еще хочется устроить осеннюю фотосессию. Именно поэтому вчера у нас был шопинг тоже. Еще и поэтому. И позавчера у нас был шопинг. Каждый раз, когда мы со Славой ходим на шопинг, а мы вчера, кстати, без Анютки тоже ездили, и думали о том, блин, конечно, прикольно вот так вот. Быстро нужно прошвыркнуться по магазинам. Слава говорю, я даже не привыкла, что я вот в Тумуд. Там я люблю заходить без Анютки. Даже непривычно, потому что мы всегда там с ней. Мы там с ней по магазинам ходим, потом идем в этот Гудман вместе, семейка наша. А вчера мы сами ходили. Слава говорит, это мне непривычно без Анютки, что я обычно хожу шмотки, выбираю, меряю, а он с ней ходит там туда-сюда. Ну, короче, прикольно, конечно, что так прошвырнулись. У нас, правда, не очень много времени было. Постоянно надо куда-то бежать, 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 бежать. Я никак не могу зайти ни в какое-нибудь там золотое яблоко, ни еще куда-то. Я хотела в слепую курицу. Хочу себе очки не солнцезащитные, а такие, типа, как аксессуар с стеклом пустым просто. Либо можно какое-нибудь такое, типа, полезное, если такие существуют, типа, как для компьютера. Просто хочется быть стильной девчонкой. Так вот, каждый раз, когда мы со Славой ходим по магазинам на всякие шоппинги, мы с ним ржем, типа, вот очередные, типа, покупки того, что мы не умеем стилизовать. И просто уже шкафы наши ломятся у обоих. Причем у Славы я еще свои хотя бы вещи, разбор периодически какой-то делаю. Что-то, что я понимаю, что не хочу носить, отдаю, там, дарю, неважно, что. А Слава вообще у него просто там трэш. Просто трэш. И я все время забываю. Что я хотела сделать, пока я снимала влог? Что-то я хотела сделать. А, написать по поводу мебели. Вот. Написать по поводу мебели. Мне уже пришли все витамины, которые я никак не могу начать пить. И говорила, что с понедельника буду, сегодня вторник. Я их до сих пор не начала пить. А мне всего лишь то нужно вечером сесть и составить какой-то план. У нас даже есть этот, распечатать бумажку, принтер, чтобы, ну, перед глазами было, в какой последовательности что принимать. Короче, трэш. Просто трэш. Мне просто больше нравится лежать на маркерплейсах и смотреть 911. Понимаете ли? И мы приехали. Ругаться не обязательно. Все, мы приехали. Последнее слово за мной. Девочки, я сейчас увижу окна. Не смотрю. Я не смотрю. Ты тут припаркуешься? Ладно, я... Ладно, ладно. Не показывай мне. Даже зачем ты мне показываешь? Я не вижу. Я не вижу. Так, ребята, вот и окна. Какая моя реакция? Я ее не сняла, потому что забыла, пока мы выходили из машины. Ну, как вам? Коричневые. Мне нравится вроде бы. Так, ребята, мы на втором этаже. Блин, конечно, все-таки не так хорошо видно. Света нет, но вот отсюда видно. А еще посмотрите, у нас есть напыление на окнах. И мы отражаемся там. Ну, как бы отражаться плюс-минус можно, наверное, почти в любых окнах. Короче. Окна класс. Я в восторге, если честно. Мы долго разговаривали с нашим строителем, обсуждали план действий, что куда кого, прошлись по проекту, то, что мы имеем сейчас. Вот, обсудили. Сейчас в машину сядем, буду вам тоже рассказывать, какие дела. А сейчас пока показываю, что у нас тут. На самом деле тут ничего не изменилось. Тут поменялись только окна. Теперь они у нас коричневые. На первом этаже будет лучше видно. Сейчас там покажу. Вот тут тоже окно. Сейчас внизу покажу вам радиаторы. Так что, видите, теперь у нас тут вот такие вот окна. Каждая, получается, 837 миллиметров. Ну, короче, почти 90 сантиметров. Вот такие вот две створки. У нас раньше была здесь одна большая вот такая и одна маленькая. А мы поделили на два, и мне кажется, так намного лучше. Они все у нас открываются и вбок, и наверх. На каждом окне на одной половине есть сетка. Цвет, на самом деле, восхитительный. Мне очень нравится, потому что сначала я сомневалась и думала, что они будут прям такие коричневые. И мне не очень как будто бы должно было понравиться, потому что я прямо в Телеграм долго это обсуждала, переживала. А в итоге сейчас я смотрю, и мне очень нравится. Они выглядят прям черными. Ну, то есть то, что нужно. Тут холодно. Так, получается, вот на кухне окошко наше. Причем его, по-моему, даже приподняли повыше или нет? А, да, его не приподняли повыше, его просто сделали чуть меньше в высоту. Для того, чтобы у нас здесь было больше возможности для столешницы кухонной. Потому что я хочу, чтобы все было вровень. У нас раньше был небольшой перепад с подоконником и столешницей кухни. А я хочу, чтобы оно было продолжением. То есть мы будем камень когда заказывать, заказывать будем все в одно целое, так сказать. Туалете тут тоже поставили. Окно, кстати, мне очень нравится, как оно здесь в итоге стало. Теперь выглядит, видите, такое матовое стекло, как будто бы запотевшее. Вот, и оно такое будет всегда. До этого у нас тоже оно было такое, типа, матовое. Но там такое стекло было, как витраж какой-то, как будто кто-то плюнул на него. И было как бы не очень. Так, здесь вот, получается, тоже показываю. Мы сделали вот это окошко тоже подлиннее, чтобы оно... Оно раньше тоже было вот посюду где-то, мне кажется. Теперь оно стало побольше. Красиво. С улицы надо еще посмотреть на эти окна. Сейчас как раз пойду. А, вот, кстати, радиаторы показываю. Получается, опять вот таких маленьких, белых. Ну, как маленьких, худеньких. Высоких. Вот этот один большой, длинный, пойдет у нас в комнату, которая наверху вот здесь. Маленький в кабинет и большой в спальню. Сейчас покажу, что у нас тут. Покажу, как с улицы выглядит. Блин, даже на улице как будет теплее. Вообще в доме так холодно, кошмар. Так, посмотрим на окна с улицы. Вот так вот они выглядят. Ну, коричневый красиво. Блин, мне нравится. Вообще. Еще когда вот этот низ мы сделаем красивым коричневым, тогда будет вообще супер. Видите, крыша коричневая. Кирпич. Короче, будет вообще красота. Так что прям очень жду. Тут, кстати, тоже, видите, у нас в бесятке коричневые эти рамы. Здесь вот так выглядит. Вообще окна выглядят более черными, чем вот это. То есть я думала, что у нас по цвету что-то будет типа такого коричневого, но это прям... Я знаю, что это за цвет, я теперь уже разбиралась. Это не коричневый, это типа вишня какая-то там есть такое название. И вот это вот прям такой... Ну, тоже, кстати, красивый цвет, но вот эти прям черными вообще выглядят в итоге. А еще почему-то... Не знаю почему. Опять же таки, я просто все думала, почему так получается. Потому что раньше у нас вот этот... Не было такого скоса, у нас было просто ровно. Из-за того, что нам приподняли окно, я сама об этом попросила. Теперь в итоге выглядит с скосом. И мне как будто бы это не очень-то нравится, но ладно. Вот наши старые окна. Куча мусора. Вот так вот это все выглядит. Вот так получается с улицы. Вообще супер. Просто супер. Пойдем туда. Тут прям такая осень. Ой. Сейчас я прям так заверзла, и наш носик холодный. Короче, окнами, цветом я точно довольна. Посмотрите, как красиво. Вообще. Какая же холодная, слушайте, я в шоке. Так, ребята, мы уже дома. Вот что здесь творит Анюта. А конкретно просто выбрасывать трусики. Ань. Ай-яй-яй-яй-яй. Аня у нас уже должна спать обычно в это время, но... Последние дня 4, она ложится ближе к 11, и я просто не хочу тратить полчаса на то, чтобы уложить ребенка, который не хочет спать. Ань, ты хочешь спать? Она говорит, нет. Спать хочешь? Вот, видится, не хочет. А зачем мусоришь так, а? Пошли лучше полку для книг твою новую покажем. Пойдем? Пошли полочку для книг покажем. Пойдем. Аня. Вот такой пупс. Баловник. Баловник. А если подсказнешься и упадешь? Ой, плакать будешь. А мама испугается, тоже плакать будет. Пошли. Так, тут у нас небольшой бардачок. Образовался. У нас сегодня была уборка, гладили, это я еще не успела разобрать. Короче, заказала все-таки Ане вот такое вот кресло. Оно классное, но довольно-таки экстремальное, потому что Аня вот сюда встает ногами, прям на край. И она прям встает так, что может назад упасть. Ну, короче, кошмар. Я второй раз заказала такую полку, и с этой полкой, конечно, угар вообще. Первый раз я заказала такую полку, но она как бы деревянная, но она была белая, как бы крашеная. И эта краска была просто отвратительная. Я даже в телеграм выставляла фотки, что у меня все руки были в краске, то есть она красилась. Эта полка приехала невысохшая, белая, воняла ужасно. И мы ее отнесли на помойку. Да. Вот, я, короче, сразу же заказала точно такую же, только не крашеную. И не жалею, потому что она мне как бы нравится. Она сюда идеально вообще встала, прям тютелька в тютельку. Анюта! Ань, вот я тебе сейчас спать отнесу. Спать сейчас пойдешь. Ну и, короче, сюда встало очень много книг, но прикол в том, что ту полку нам привезли, мы ее отнесли на помойку, потому что она воняла. Но оставили от нее болты. И не зря, ведь когда нам привезли эту полку, представляете, не положили болты. И это просто угар, потому что, если бы мы их выкинули, то, ну, как бы, пришлось бы просто покупать такие болты. Анюта, Ань, ты вот сейчас неправильно поступаешь. Мама начинает злиться и хочется орать, как Рейзан. Ну, короче, такие вот покупочки хотела бы вам показать. Вот так. Так что на этом мы с вами прощаемся и говорим пока-пока, да, Ань? Все, пока, ребята. Спокойней, Нёть. А, и последнее, я еще хотела показать, что заказала вот такие красивые рамочки пушистые. Это просто восторг. Заказала такие три. Три заказала. Одна вот эта стоит у меня здесь. Вот эта стоит у нас в спальне. И здесь у меня еще дедушка стоял в черной рамочке. Но я решила тоже белую поставить. macbook. Так, так что я могу поднимать. Так, так. 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 Так.